Современная жизнь немыслимая без движения. Мы живем в мире больших скоростей и предельных нагрузок. Проблема надежности и долговечности машин одна из важнейших проблем современности. Произошла авария. В чем причина этой поломки? На примере оси колесной тележки вагона рассмотрим процесс усталостного разрушения. Под действием силы тяжести вагона ось изгибается. При этом каждое произвольное волокно периодически растягивается и сжимается. В результате многократных деформаций возникает трещина, развитие которой приводит к усталостному разрушению. Такой же природой разрушения имеют представленные здесь детали. Клапан тепловозного двигателя, различные детали авиационных двигателей. Коленчатый вал автомобиля. Для изучения усталостных разрушений используют различные испытательные машины. С их помощью создают повторно-переменные деформации, которые испытывают реальные детали машин и механизмов. При многократных деформациях образуются микротрещины. Одна из них становится главенствующей. Трещина растет и приводит детали к разрушению. На поверхности излома всегда можно обнаружить две зоны. Первая зона зарождение и развитие трещины. Микроповерхность ее сглажена. Вторая зона зона излома имеет признаки хрупкого разрушения. В чем же причина этих разрушений? Можно ли предотвратить их? Как повысить надежность машин и увеличить срок их службы? Еще в прошлом веке на эти вопросы попытался ответить немецкий ученый Вюллер. Сын школьного учителя, он закончил в Ганновере политехнический институт и стал заведовать железнодорожными мастерскими. Здесь он столкнулся с многочисленными поломками вагонных осей. Вюллер заинтересовался природой этих поломок и по сути стал одним из первых исследователей усталостных разрушений. Им была сконструирована испытательная машина. В обращающийся цилиндр вставлялись две оси. Нагрузка на оси передавалась пружинами. Современные испытательные машины мало похожи на своего прародителя. Гораздо шире круг задач, решаемых с их помощью. Однако главные проблемы остаются неизменными. Определить усталостные свойства материалов, повысить их долговечность и надежность. Изучая причины усталостных разрушений, необходимо прежде всего знать, как изменяется напряжение в рабочей гитаре. С этой целью вернемся к рассмотрению условия работы оси вагонной тележки. Ось изгибается так, что в нижней точке поперечного сечения возникает наибольшее напряжение сжатия. На нейтральной оси нормальных напряжений нет, а в верхней точке наибольшее напряжение растяжения. Построен график изменения напряжений за один оборот оси, называемый циклом напряжений. Изменения напряжений происходят по синусоидальному закону. Такой цикл принято называть симметричным. На испытательной машине МОН-1 изучают влияние изменения напряжений по симметричному циклу. Когда же поезд движется по кривой, то центробежная сила прижимает реборду колеса к рельсу, нагружая при этом ось дополнительной силой сжатия. В результате напряжение изменяется по асимметричному циклу, который характеризуется максимальным, минимальным и средним напряжениями, амплитудой напряжений и коэффициентом асимметрии цикла. На испытательных машинах асимметричные циклы получают при помощи пружины, растягивающей или сжимающей образец. Регулируя натяжение пружины, меняют степень асимметрии цикла. Цикл, у которого напряжение изменяется от нуля до некоторого значения, называют от нулевым. Аккулевые циклы напряжения характерны для зубчатой передачи. Для определения наибольшего напряжения, при котором материал, не разрушаясь, выдерживает определенное число циклов, проводит испытания. Наиболее распространены испытания при асимметричном цикле напряжений. Эта машина имитирует работу вращающейся оси, к концам которой приложен груз. Испытывать реальные детали дорого и нецелесообразно. Поэтому испытывают специальные образцы из различных материалов. Образец зажимают захватами и нагружают. Счетчик фиксирует число циклов, которые необходимы для разрушения потока, называемое циклической долговечностью. Для построения графиков по вертикальной оси откладывают максимальное напряжение, а по горизонтальной циклическую долговечность. по 10-15 одинаковых образцов. Первый образец нагружает до наибольших возможных напряжений и получает наименьшее значение циклической долговечности. Каждый следующий образец нагружает до меньшего напряжения. Циклическая долговечность при этом увеличивается. Построенный по точкам график называют кривой усталости. Полученная кривая вначале резко идет вниз, а затем становится пологой. При некотором числе циклов, называемом базой, испытания прекращают. Наибольшее максимальное напряжение, при котором еще не происходит разрушение, называют пределом выносливости. В реальных условиях существуют детали, предназначенные для ограниченного срока службы. В этих случаях вводят понятие ограниченного предела выносливости. В наиболее ответственных случаях испытывают точные копии реальных деталей. Как, например, проводится испытание лопаток газотурбинного двигателя. Лопатка подвергается реальным условиям эксплуатации, вибрации и нагреву за счет воздействия газового потока. Детали многих машин периодически нагреваются. В результате создаются циклически повторяющиеся температурные деформации. Появление усталостных трещин и разрушение деталей в таких случаях называют термической усталостью. Современная техника позволяет моделировать изменения не только силовых, но и термических нагрузок. Особенно интересны и ценные усталостные испытания автомобилей на гидропульсацинном стенде. Здесь имитируются реальные условия эксплуатации автомашины. На автотреки испытывают влияние косиметрических нагрузок нанесущей элементы автомашины. Детали машин имеют более низкие пределы выносливости, чем стандартные образцы. Рассмотрим основные причины этого нежелательного явления. В результате многочисленных испытаний установлено, что при одинаковых нагрузках образец с надрезом разрушается значительно раньше, чем такой же образец без нагреза. Аналогично ведут себя и другие детали. Поэтому детали с прямоугольными и круглыми отверстиями стараются упрочнить. применяют разгрузочные пельцевые канавки на валах при запрессовке на них ступиц деталей. Делают более плавными внешние обводы деталей. Уменьшают кривизну уголтелей. Увеличение размеров деталей влечет за собой уменьшение пределов выносливости. У крупных отливок и поколок увеличивается неоднородность металла по объему, возникают раковины, растет количество дефектов и вероятность проявления более опасных дефектов. В связи с чем наблюдается снижение предела выносливости. Качество поверхностной обработки деталей также заметно влияет на их долговечность, так как микронеровности служат причиной образования местных трещин. Тщательная шлифовка и полировка сглаживает поверхность и повышает сопротивление деталей усталостному разрушению. Некоторые детали машин соприкасаются с агрессивными средами, например, с ядохимикатами. В таких случаях на поверхностях детали образуются коррозионные полости, глубина которых неуклонно увеличивается. Долговечность деталей в условиях коррозии и переменных напряжений резко снижаются. Это явление называют коррозионной усталостью. Его изучают испытатели в стендах. В данном случае испытывается турбинная лопатка под воздействием морской воды. В борьбе с этим явлением эффективная противокоррозионная смазка поверхностей, химическое покрытие и окраска. На повышение сопротивления усталости влияют различные технологические методы поверхностного упрочнения. Основной принцип в большинстве случаев заключается в дроблении поверхностных зерен металла, что уменьшает возможность возникновения усталостных трещин. Один из методов упрочнения поверхностное пластическое деформирование. Например, обдувка детали дробью. В этом случае наряду с дроблением зерен металла появляются отстаточные сжимающие напряжения в поверхностном слое, что повышает сопротивление усталости. Для деталей типа втулок и труб очень эффективно применение метода ступенчатого деформирования. за счет пластической деформации снижается шероховатость, улучшается качество, точность, улучшается долговечность деталей. Поверхностную закалку деталей отсуществляют на установках ТВЧ. Здесь деталь нагревается токами высокой частоты и резко охлаждается водой. Метод нейтроцементации применяет для деталей изготовленных из низкоуглеродистых сталей. Цель этого метода получение твердой и износостойкой поверхности. Детали загружают в печь и нагревают до температуры от 600 до 900 градусов. Их поверхностный слой обогащается атомарным амблеродом с последующей закалкой и низким отпуском. сердцевина таких деталей при этом сохраняет высокую вязкость. В установках ионно-плазменного нанесения покрытия под воздействием электрической дуги испаряется материал катода и, смешиваясь с азотом, образует струю газометаллической плазмы. ионно-плазмой 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 лазерных установок. С помощью лазерного излучения происходит местный нагрев металла и моментальное его охлаждение. Такой локальный отжиг позволяет уменьшить местную концентрацию напряжений и повысить сопротивление усталости всей детали. Дальнейший поиск путей предотвращения усталостных разрушений одна из актуальнейших проблем современного машиностроения ориентированного на увеличение мощности, скоростей и надежности современных машин. КОНЕЦ